Как вы оцениваете ситуацию на фронте, как на море, так и на земле? На море противник отказался от высадки своего десанта в настоящее время, потому что есть определенные меры, которые мы приняли за эти полгода войны. Противник находится на расстоянии более 70-80 морских миль от нашего побережья. Я имею в виду, кроме автономной республики Крым, которые сейчас находятся под их контролем, и части Херсонской области. На огневых позициях находятся корабли противника, которые несут смертоносные ракеты «Калибр». Они по радиусу могут достигать любой точки нашей страны. И россияне постоянно наносят удары по нашим объектам, инфраструктуре и социальным объектам именно с кораблей Черноморского флота, которые сейчас находятся в море. Все помнят тот невероятный успех Украины с потоплением крейсера «Москва». Что было очень символично. Расскажите, как это произошло? Я говорю так, что он просто утонул. Как говорил один классик, которого мы все знаем. Я не стану сейчас рассказывать, как именно это произошло, кто это сделал и почему так произошло. Но потом, думаю, это будут изучать в книгах многих военно-морских учебных заведений в мире. На сегодняшний день я не готов делиться этой информацией. А про остров Змеиный можете говорить? Это работа всех вооруженных сил под руководством соответствующей стратегической группы. Задача военно-морских сил была не допустить пополнения запасов, то есть нарушение логистики на остров. Что такое остров? Для жизни на нем нужно питание, нужны боеприпасы, нужна вода. Элементарные вещи. Мы просто уничтожили систему доставки. Уничтожен был корабль обеспечения Черноморского флота. Можно сказать, что это военный корабль, потому что у него на борту был зенитно-ракетный комплекс, вооружение и боеприпасы, которые везли к этому острову. Плюс мы уничтожили еще несколько десантных катеров, которые также осуществляли логистику. Какое оружие необходимо Украине, чтобы освободить все свои территории? Каждый день вы видите, как разрушают нашу гражданскую инфраструктуру. Наши города должны быть защищены. Конечно, военные объекты должны быть защищены, потому что система противовоздушной обороны должна быть пополнена современными системами обнаружения и уничтожения воздушных целей. Ну, а оружие длинной руки, как я его называю, нам необходимо, чтобы уничтожать командные пункты противника, склады с боеприпасами, тыловые зоны, логистику. Да, у нас, благодаря Соединенным Штатам, есть хаймерсы. Есть гаубицы-3-семерки. Это играет ключевую роль на фронте. Но дальность должна быть увеличена. То же самое касается моря. Да, мы могли бы оттеснить противника на 70-100 миль от нашего побережья, но чтобы освободить остальное, нам нужно соответствующее оружие, в том числе ракетные комплексы, способные преодолевать большие расстояния.